всех приветствую себя на канале я роман голове на сегодня как его с вами поговорить о населении земли вот недавно мы члены как спрашивали насколько вот душа вселяется долго в наше тело там просто нулей очень много вот мы очень давно так выглядим как сейчас но днк может меняться информация в программе может меняться а вот внешний вид у нас точно такой же не такой как показывать нам люди будут мы там без тысяч лет назад выглядели по другому лобной области были развиты там скуловые дуги тоже были большие и так далее объем мозга другой был это все неправда то есть мы давно очень так выглядели это ложь далее а естественно сперва когда населяли нашу землю не так много было людей цивилизации прилетали улетали высокоразвитые о чем вы можете видеть в истории на пирамидах там в археологии встречаются то есть постоянно эти цивилизации ниже не гиперборея не атланта это все мифы они просто прилетали на какой-то короткий срок учили людей может быть между собой там какие-то вещи выясняли так далее темные тоже были светлые прилетали из разных цивилизаций но суть не в этом суть в том что наше население да вот мы допустим проходим какой-то опыт да вот мы приходим мы младенцы нас в ясенную группу помещают вот мы пришли на землю людей еще не очень много то есть мы должны научиться жить в простом мире где много животных деревьев плоды растут на деревьях красиво солнышко нет ураганов хороший климат через какое-то время там проходит тысячи лет две тысячи лет начинают увеличиваться количество населения то есть количество душ начинает больше приходить на землю духовное развитие растет мы осознаем многое то есть мы уже начинаем между собой общаться то есть нас на земле становится больше больше и больше то есть мы получаем какие-то другие уроки климат ухудшается какие-то катаклизмы потихонечку начинают происходить вот больше темных появляется на земле еще какой-то этап происходит опять идет увеличение количества людей на земле но естественно язык был там один да фактически два-три может быть там свое время потом эти языки начали отчепляться кто-то ушел жить в одну сторону на речи появилась потом вообще другие языки стали появляться потом еще какие-то языки стали появляться и так вот так вот мы начинали разделяться климат меняется количество людей увеличивается стали придумать мы такие там и такие там и русские мы не русские там и еще какие-то ну допустим если взять раз сюда белых людей то они тоже так вот все разделялись сейчас типа англичане там и нет мы другие нет мнения мы другие русские мнения мы другие на самом деле это одна раса как бы да вот белое и естественно это одно и то же в дальнейшем происходили другие испытания то есть сущности витара так теперь давайте кому такой посильнее катаклизм над ним давайте еще людей побольше на землю чтобы люди проходили другие уроки там голод ага давайте темные таки а давайте на них оспу натравим ага ну все давайте оспу раз в оспу на них часть людей вымело светлый дом так что же делать вот начинает бороться с темными раз оспу нет какую-то защиту ставит потом опять количество душ начинает прибавляться на земле что-то не идет раз какого-то посланника там типа иисуса христа либо мухаммеда раз на землю эти души высокоразвитые начинают людей за собой вести то есть у людей меняется склад жизни образ жизни то есть люди начинают понимать зачем они здесь темные потом ага так давайте-ка мы перепишем все это дело раз начинаем переписывать книги знания которые давали пророки высокоразвитой души до сегодняшняя доходит естественно разных много книг люди в это верят то что написано как обычно никаких сомнений нет а те люди которые начинают говорить более-менее какие-то кусочки правды по которым по крупицам все мы собираем как контактера до достаем то многие люди в это не верят но это можно понять и потом опять же все больше людей образуются люди заселяют материки сначала где тепло более благоустроена где есть цивилизацию проще потому что там где нет цивилизации гораздо сложнее жить гораздо сложнее развиваться естественно требует больше развитости духовной силы воли и смелости я бы так сказал туда уходит более развитые люди на севере как правило всегда таки сильно развиты люди же люди которые скажем не так сильно развиты душа не живут в таких жарких странах естественно не очень эмоциональные вспыльчивые вот любвеобильные так далее а на севере живут более менее выдержанные люди духов более духовно развитые тогда конечно тоже хочется и тепла этим людям и это не сто процентов так должно быть когда уже душа развилась до определенного момента естественно что прописано в программе где она должна жить кому-то больше теплый климат подходит как мне например да кому-то более северный подходит кто-то может вообще в сугроб зарыться и спать там круглый год то есть для них это норма другие люди просто не выдержит чуть-чуть все сразу каши начинается и потом очень сложно от него избавиться тоже по программе этого нет не прописан нужно переписывать программу у каждого свое испытание у каждого своя программа и таким образом количество население увеличится увеличивается людям становится все сложнее сложнее жить ограничение все больше и больше контроль все больше и больше естественно борьба между светлыми и темными все сильнее и сильнее и еще раз повторюсь что борьба не только идет между светлыми темным а между есть группы разных темных и между собой они еще пытаются выяснить отношения кому вот этот кусок больше кому тот кусок больше достанется они еще между собой войны делают и постоянно пытаются сделать на земле войны проводят испытания чтобы люди побольше кармана работали во первых и силами используя светлые силы стравлю ну допустим в верхушке стоят темные когда и силы светлые они друг на друга людей сталкивают пускай свет и друг друга убивают воинах да а мы там наверху там будем свои дела решать таким образом они очищают землю раз от светлых вот заставляет еще светлых наработать карму смотрите как бы да то есть выполняет много множество задач одновременно внизу внизу люди как вообще не понимая собственно чё просто я свою землю буду защищать понимаете да что происходит как бы да но те которые нападают они нарабатывают карму гораздо больше чем те которые защищаются поэтому не так просто для понимания простых людей из простые люди даже об этом не задумываются никогда и нет у них возможности времени об этом задумываться конечно же все эти процессы они требуют саморазвития понимания духовного развития чтобы прийти к этим вроде бы простым знанием который нам нас школах обучают институтах дают переписывают переворачивать с ног на голову и сегодня нам очень сложно понять тоже церковь например дают по которому часто говорим вот фанатику сейчас расскажи что твой бог это темный так он тебя съест раздавят и утопит где-нибудь человек очень сложно это понять то есть потому что тысячелетие уже идет испокон веков от отца к сыну передается постоянно и у людей даже не возникает что это неправильно это заблуждение и обман всего человечества ну это может быть отдельная тема сегодня об этом не буду много говорить а вот вот эти процессы я хотел сегодня обратить ваше внимание что от простого к сложному сейчас еще больше будет прибавляться людей пищи будет все меньше и меньше больше больше катаклизм погода будет меняться суши куда-то будет уходить естественно это испытание тоже для людей где взять финансы где взять пищу где взять жилье вот где жить куда побежать это все дается для того чтобы человек прошел эти все испытания и задумался много начал развивать интуицию чтобы человек интуитивно чувствовать начинал не просто когда сидел телевизор человек чешется живутся давайте пивку попьют футбол посмотрю друзья и пообщаюсь нет сегодня наши создатели они нас заставляют двигаться плюс еще темные но по случайности когда они сюда попали наши учили они досмотрели то есть бог создатель земли не досмотрел но потом когда они сюда внедрились уже не понял что давайте как мы их используем для определенных целей во первых они уроки обычным душем дают и мы-то не понимаем какие уроки но когда мы сталкиваемся на тонком уровне с темными наши создатели они понимают какие уроки получают и считают в темных информации каким образом каждая группа темных действует они тоже понимают изучают что потом более продуктивно с ними бороться потому что многие это почему так несправедливо там пустили темно почему они не уследили я говорю всегда мы настолько еще не развиты что даже об этом говорить не то что понимать говорить даже об этом нельзя потому что вот я сейчас чуть-чуть приоткрываю немножко мышление свое что вам более понятно было да как они могут мыслить что они таким макаром изучают их чтобы потом их уничтожить просто более эффективно ну да там какие-то души на темную сторону переходит души есть который на светлую сторону от темных переходит поэтому естественно земля светлая и они сюда внедрились они не имеют права не могут создавать такие земли об этом я уже говорил вот но на секундочку задумайтесь и может быть более понятно становится то есть для многих сразу приходит понимание не просто так все происходит был все отделиться выбросить застрелить все до свидания нету и когда ты с рогом сталкиваешься грубо говоря с соперником лицом к лицу и либо изучаешь по другому если сказать одну сторону медали другую сторону медали тогда человеку легче становится человек начинает задуматься это и наши создатели тоже понимают лучше своего врага и свою свою обратную сторону могут легче ими манипулировать так что все процессы которые на земле сегодня происходит они не просто так и многим людям становится более понятно теперь те которые смотрят естественно мои канал мой мой канал ход моих мыслей вот о чем я говорю и причем все лекции они большинство из моих лекций они все взаимосвязаны и конечно стараюсь не повторяться но все равно иногда приходится повторяться потому что очень много людей приходят на мой канал и всегда говорю ребята старайтесь больше моих ранних лекций смотреть чтобы вы поймали нить вот эту нить моих мыслей и развития потому что некоторые лекции для многих еще не понятно так что возвращаетесь более ранним и смотрите более ранние лекции на самом деле куда пойдет жизнь решает только бог который контролирует землю но может их уничтожить всех но он ждет естественно ему и выгодно их изучать и мы практику получаем и зачастую потом либо светлых сами выбирают если они могут справиться либо они просто не забыли о вас потому что у них людей много то надо обращаться к контактерам который могут это делать и естественно они снимают оставить защиту на всю жизнь и так заканчиваем федер лекцию всего самого доброго увидимся в следующем выпуске до свидания